Доброе утро, дорогие наши телезрители! Отличного вам начала дня и тем более, что сегодняшний вторник просто замечательный. 15 декабря и уже завтра будут выходные, праздничные дни, День независимости отмечаются в нашей стране. Кроме этого, это отличный повод. Два дня отдыха для того, чтобы подготовиться к Новому году. Вот как это сделать сейчас мы вам наглядно продемонстрируем сегодняшней нашей гости Ириной Кондрашиной. Доброе утро, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, ну рассказывайте, что мы сегодня сделаем такое, покажем активенцам и самое главное, смогут ли они повторить? Мы будем декорировать бокальчик. Вот такой обычный бокал возьмем и будем его декорировать акриловой краской. Для начала скажите, можно ли ее купить, есть ли она в свободной продаже? Это все у нас продается в канцелярских магазинах, без проблем можно это все приобрести. Хорошо. Для дальнейшего нам нужно будет трафарет, его можно сделать самим, вырезать. Абсолютно все, что хотим, мы изобрести. Все, что хотим. Я, например, сегодня взяла елочку. Далее нам нужно будет контур по стеклу для стакана, потому что это стекло. Нужен будет клей и стразики или чем вы хотите декорировать. В принципе, это на ваше усмотрение. Далее нам надо трафарет. Вот мы прикладываем к стаканчику и вот такой губкой мы делаем такими движениями и получаем вот такую елочку. То есть вы сделали заготовку уже? Да, я уже сделала заготовку. Давайте посмотрим, насколько долго сохнет краска. Я думаю, что, в принципе, не составит труда для того, чтобы покрасить, может быть, даже со своими детками. Только, я думаю, получится не так аккуратно, но, тем не менее, сколько сохнет? Ну, вот приблизительно сейчас она должна высохнуть и можно дальше ее декорировать. То есть до полного высыхания? Для полного высыхания это уже потом будет 24 часа. Хорошо. Что мы дальше можем делать с этой игрушечкой? Далее мы берем обычный клей, можно универсальный, можно по стеклу. Ну, какой вам удобно. Берем стразики, самые обычные. Они тоже продаются везде. Ирина, скажите, насколько такая кружка может быть проверенная временем? То есть можно ли ее использовать в быту или вот только как сувенир? Ну, в принципе, можно использовать в быту, только не подвергать такой химической обработке конкретной. Ну, я думаю, самое главное со стразами, с мелкими предметами детям не давать. Все-таки вдруг они отклеятся, да? Ну, естественно. Это больше такой декорированный предмет. Скажите, Ирина, а вот эти самые акриловые краски, они ложатся по любым предметам? Ну, вот акриловая, в принципе, она ложится по любым. Можно и по дереву, и по бумаге, и по разной керамике, по стеклу. Я напомню нашим телезрителям, что уже совсем скоро в нашем городе состоится ярмарка Handmade, где актюринские мастерицы представят свои работы. А начнется ярмарка уже в эту пятницу, с 18 декабря. Пройдет она до 22 числа. Весь день с 18 декабря, в течение всего и всех дней, вы сможете посетить эту ярмарку, приобрести продукцию, которая сделана из сувениры, своими руками. В любое время приходите в музей искусств, это здание бывшего ЗАГСа. И сейчас у нас с Ириной тоже есть для вас маленький бонус. Для этого вы можете позвонить к нам, для того, чтобы выиграть вот такой купон, 10% скидка на приобретение продукции абсолютно любой. У одной мастерицы вы можете закупиться и получить при этом 10% скидку. Ну, я думаю, что тоже прекрасный бонус, поэтому звоните пока к нам, пока мы будем здесь заниматься декорированием кружки. И еще хотела, Ирина, спросить у вас. Я знаю, что у вас с ярмарками, которые проходят уже не первый раз в нашем городе, актюринские мастерицы активизировались, уже собрались в такой своеобразный клуб и регулярно устраивают, связаны свои какие-то личные события. Вы с ярмарок уезжаете в роддом всегда? Нет, не всегда, обычно не доезжала. Не доезжали, наоборот. Каким образом это происходило? Ну, просто была в положении, и поэтому с утра не попала на ярмарку, а поехала в роддом. То есть так было, уже подготовились, а второй раз уже не готовились целенаправленно? Ну, уже на ярмарку не готовилась, уже знала, что поеду. То есть у такой прекрасной милой девушки уже двое деток, с чем мы поздравляем. Ну, я смотрю, что искусство на вас очень плодотворно действует. Я так думаю, что в новом году вам можно пожелать только пополнения и не только таких очаровательных существ, которые вы нам принесли сегодня и показали, которые смогут увидеть актюбинцы на ярмарке уже с этой пятницы, но и деток тоже вам пожелаю здоровых и крепких. К нам дозвонился телезритель. Давайте примем звонок. Доброе утро. Не дождался наш телезритель. Звоните 222-333, если вы хотите получить 10% скидку на приобретение продукции ручной работы от актюбинских мастериц. Ирина, рассказываем, что мы делаем. Наша елочка приобретает нарядный вид. Вот мы обклеиваем ее стразиками, бусинками обклеиваем. Далее, если вы захотите, если вам этого будет мало, вы можете еще взять контур и дорисовать эту кружечку. Рисовать мы можем тоже абсолютно везде, на всей кружке или вот непосредственно только по краске. Можем рисовать везде. Вот это вот конкретно идет блеск. Мы можем такие сделать веточки конкретные, как у елочки. Она, когда высохнет, она приобретет блеск. И будет похоже на елочки, иголочки у елки. Мне кажется, вот здесь можно включить абсолютно всю свою фантазию. Как хотите, вот полностью ваша фантазия. А ваши детки совсем маленькие или они уже включаются в работу? Ну, дочке 2,5, она уже со мной лепит, она уже со мной рисует. А младшему всего 5 месяцев. Поэтому... Но скоро он будет делать вот так на вашу краску и, соответственно, по всему дому и по обоим. Это неизбежно. И по всему прочему. Ирина, давайте покажем, что у нас есть уже вот такая кружечка, которую вы заготовили и принесли с надписью «С Новым годом». То есть это вот говорит о том, что можно написать буквально как кремом на торте совершенно разные надписи. Да, я буду не скромной. И можно попросить практически как в музее «Поле чудес», так и в музее нашей программы сделать надпись на этой кружечке для нашей программы и подписать «Твое утро». Конечно, можно. И пусть эта кружечка будет у нас как символ, но в Новом году символ счастья от вас. Конечно. А может быть и символ плодовитости, потому что сегодня для меня вы ассоциируетесь не только с умелыми ручками, но вы еще и мама двоих детей. И я очень-очень за вас рада и желаю вам огромного-огромного здоровья. Я напомню нашим телезрителям, что приобрести вот всю такую похожую, абсолютно разную продукцию от актюбинских мастериц вы сможете уже на ярмарке с 18-го числа. Она пройдет в музей искусств, который находится в здании бывшего ЗАГСа. Приходите туда в любое время, в рабочие часы, и вы сможете приобрести абсолютно любые сувениры на любой вкус и запастись подарками. Это уж точно. Ну а пока Ирина Кондрашина, наш сегодняшний гость и декоратор, украшает кружечку, мы пожелаем вам всего самого-самого доброго и покажем наш результат. Я думаю, что этим вы сможете занять и ваше утро, и ваши выходные, и праздничные дни, которые уже завтра наступят в нашей стране. Ну что же у нас получилось? Давайте покажем, Ирин. Вот у нас такая елочка. Такая елочка у нас. И вот такая чудесная надпись. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо огромное. Я думаю, что вы дали отличную идею для того, чтобы все смогли занять эти выходные и смастерить тоже своими руками. Это все элементарно, это каждый человек сможет сделать. Вам спасибо большое. Хорошего дня и отличных праздников. С Днем независимости и с наступающим Новым годом. Спасибо. Ну а наш фильм продолжается. Оставайтесь с нами.